Мир вам, братья и сестры! Мне очень приятно поделиться Словом Божиим вместе с вами в теперешних обстоятельствах. И текст, который мне бы хотелось вместе с вами прочитать, который воодушевляет нас радоваться и уповать в Господе в любых обстоятельствах. Это текст, который сказал псалмопевец Давид в Псалме 22. Он говорит, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Я думаю, что все вы согласитесь, что так стремительно изменился мир и что всего несколько недель назад никто не мог предположить, что двери всех домов, молитвенных домов будут закрыты. Что мы будем находиться в особой обстановке и что мы не можем себе даже представить, что будет дальше. И вот этот текст, который мы вместе с вами прочитали, он говорит о том, как нам вести себя. Мы понимаем, что сейчас очень серьезная ситуация, и мы как церковь, на нас возлагается особая ответственность. Мне хочется поблагодарить всех вас за понимание и послушание к тому, к чему призывает сегодня нас власти. Потому что те новые слова, которые появились в нашем лексиконе, как коронавирус, когда мы сегодня говорим о том, что мы должны находиться на изоляции, ничего в этом нового нет. Если мы читаем Ветхий Завет, то в Ветхом Завете сам Господь определял и говорил, что если в народе Божьем появится какое-то поражение, заражение, то человек должен показаться священнику, и священник, определяя состояние здоровья человека, отправлял его на карантин. Человек должен находиться внестану 7 дней, и через 7 дней, когда священник проверял состояние здоровья этого человека, либо он возвращался назад, либо же продлевалось это время, или когда человеку объявляли, что он больше никогда не вернется в общество народа Божьего, если у него находили проказу. Вот сегодня мы понимаем, как нужно вести нам, как верующим людям, что мы должны делать. Прежде всего хочется сказать, друзья, чтобы мы не искали виноватых. Мне думается, что проблема заключается в том, что то, что происходит сейчас, над этим стоит Господь. Мы не должны говорить, что виноваты какое-то государство или какие-то власти, потому что ситуация человеческого сердца дошла до того, что мы вспоминаем, как когда-то фараон, разговаривая с Моисеем, и Моисей говорил о требовании Господа, фараон сказал, а кто такой Господь? И вот человечество дошло до такого состояния, что мы сегодня видим, что так далеко люди отступили от истин. И кто такой Господь вновь и вновь повторяется и в сегодняшнем нашем мире? Больше того, та ситуация, которая происходит вокруг, оказывает психологическое давление не только на всех людей, но и на нас верующих. Если мы вспоминаем историю Ветхого Завета, когда Рапсак, обращаясь к Езеке, находясь у Иерусалима, когда он, обращаясь к людям, говорит, что у тебя за упование? Когда он психологически пытается подавить людей, говорит, вот армия, которая имела 185 тысяч, и этот человек говорит, Езеке, если я тебе дам 2000 коней, найдешь ли ты на них всадников? Вы можете себе вообразить вот ту разницу, которая была между силами Ассирии и Израиля? 185 тысяч с одной стороны, и даже не хватает солдат для 2000 коней. Я думаю, что люди попали, и тогда вот Езеке попал под давление, когда, обращаясь к Господу, они говорили о том, что все упование является только на нем. Что это за упование, которое имеешь, говорил когда-то Рапсак? Точно так же сегодня, друзья, и мы должны определиться и вести себя очень правильно в этом мире, по той причине, что я понимаю, что библейское пророчество, которое мы читаем в трех Евангелиях, когда Господь говорит, вы будете ненавидимы всеми народами. Друзья, ненавидимы не только как сегодня, в какой-то определенной эре, когда мы видим, что совершается гонение на христианство, и это гонение, как в Китае, когда гонение происходит в Индии, но здесь Библия говорит, что будете ненавидимы всеми народами. Для того, чтобы все народы земли возненавидели церковь, возненавидели христианство, конечно же, нужен какой-то повод. Вот несколько дней назад один из моих начальников пригласил меня и спросил, говорит, неужели вы, как верующие люди, не понимаете, что происходит вокруг, потому что перед ним лежала газета, и он говорит, что вот сейчас христиане игнорируют законы и поступают вопреки. И вы понимаете, что вы можете нести всю эту инфекцию дальше и дальше. И я сказал, что наша церковь абсолютно правильно понимает ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся, и что мы проводим служение в эфире, что мы не имеем сегодня тесного общения. И он говорит, ну а почему написано, что много людей, которые заболели, и вот эти люди, они пренебрегли, эти люди сегодня живут вокруг, и они продолжают быть носителем инфекции. Братья и сестры, если это такое произойдет, у нас есть опасность, как вот когда-то во времена Первой Церкви, когда император Нерон сжег Рим, и всю вина, вся вина была возложена на церковь, вся вина была возложена на верующих людей, которые пострадали тогда абсолютно незаслуженно. Я думаю, что не потому, что мы сегодня боимся, потому, что Господь с нами, и как псалмопевец Давид, когда нам обращается и говорит о том, что я не убоюсь зла. Почему не убоюсь? Потому что ты со мною, что твой жезл и твой способ, они успокаивают меня. Братья и сестры, задайте себе вопрос, присутствие Господа, успокаивает ли оно нас? Дает ли оно нам мир? Даже если, как говорит Давид, я пойду долиной смертной тени. Братья и сестры, мое пожелание, чтобы все мы вместе были очень внимательны к тому, что происходит вокруг, чтобы вот та паника, которая сегодня происходит вокруг, она не касалась нас, чтобы вот этот маленький вирус, который показал всему человечеству состояние и немощь нашу, в том смысле, что весь мир был поставлен на колени. Пусть Бог поможет всем нам стоять на страже наших сердец для того, чтобы мы не поколебались в нашей вере, и чтобы наше упование, оно было непрестанным. И когда Давид говорит всем нам о том, что я не убоюсь, не убоюсь зла, вот на этом основании каждый из нас должен и находиться. И будьте благословены, что в это тяжелое время на наших лицах должно быть твердое упование в том, что мы знаем, в кого мы уверовали. Аминь.